здравствуй империя у микрофона я обсидиан тайм и эта игра ведьмин котел или же по-английски the witch scaldron кошак такой или сова в а вот тут в эту игру меня попросил сыграть сам разработчик поэтому в описании вы сможете найти ссылку на саму игру и как вы можете понять по красивому шрифту эта игра на русском все что я знаю об этой игре так это то то что это рогалик сваркой зелий и почему-то башня следует за моей мышкой может быть это кошка на этой башне следует за мышкой а не сама башня ладно давайте играть шпиль этот наверху крутящий ого котик вот мы и в новом доме никто не пришел проверим все ли на месте выбери в книге рецепты зелья силы и закину котел нужные ингредиенты приворотное зелье зелье порча зелье силы лечащий в большая блёба большую блёбу этому уважаем и еще тут еще кучу все закрытого прочие рецепты эксперименты ингредиенты о крыса ингредиент сей хоть и выглядит мерзко зато пользу от него в нашем деле неоценимая так нам надо сделать зелье силы для этого нам нужен шивых его в нашем деле как всегда срата причем тут такая не оценимая так нам надо сделать зелье силы для этого нам нужен шампиньон я бы такие шампиньоны бы не ел какие-то они глазастые так злачный корень похоже шампиньон и дохлая крыса нас варится зелье силы и мы можем его либо дать либо еще разок но он видимо нам надо его отдать мы его отдаем коту или код меня обучает о привет ребра болят не продохнуть подлечи будь любезна если вы поможете или навредите изменится шкала славы этот персонаж даст вам денег из вы поможете могут деньги мне нужны так что у нас тут нужно для большой блёбы крапива крыса и корень попробуй закинуть крыло летучей мыши зачем ладно давай пробуем сонное зелье ты зачем мне это подсказал это не то что мне надо было дать ему возможно это не надо было зато он выспится может быть отрегенится надеюсь здесь будет спокойнее чем прошлом городе и мы никому не помешаем давай пока сварим чаю смешай крапиву сбила ясно из одного города их уже выгнали донны и добавь шампиньон для аромата видимо слишком слушала своего котика а я думал свой больной разум не может оттолкнуться да господи ты кошка дерьмошка шаг вперед шаг назад шаг вперед шаг назад делал два шага вперед десять на пальцах миша конократ или чё там поется дальше сто шагом назад да что что сто шагом назад точно почему сто шагом назад сидят тихо на пальцах я всегда недоуменимовал по той же причине по которой скрипка лиса и его вот это видимо беладонна беладонна и шампиньон листовой чай такой бы чай я не пил а то он какими-то грибочками отдает каждая зелье состоит из трех разных я шляпа каждая зель стоит из трех ингредиентов вы можете опробовать любое сочетание посмотреть на результат по окрестностям ползет слушок что в старом домике на краю леса поселилась ведьма люди гадают задержится ли она здесь надолго или ее постигнет судьба пришественниц я так понимаю пришественницы превратились немного в прах да равновесие мира изменилась внизу расположены шкала страха и вашей славы постарайтесь чтобы шкала не достигли ни одного из концов иначе может произойти что-то страшное а то есть меня он был быть слишком славной ведьмочкой и не надо быть слишком страшной ведьмочкой привет соседушка нет он тебя муженька наконец-то подобрала просто морковь на джанушке уходить никак не хочет многие по-соседски а она все равно его не ценят хорошо еще я посмотрим мой талмуд приворотное зелье о нифига лайфхак то есть я могу нажать на зелье и мне подскажут как мне его варить у меня улучшился страх слушай доченька совсем не старый стал не могу с молодежью тягаться в шахте не хочу чтобы думали что слабак есть у тебя что-нибудь чтобы мне силу вернуть дорогой друг у меня есть не только чтоб тебя сила была тебя еще за это зелье твоя жена отблагодарит на держи только как понять что мне качается слава или страх наверное если я помогаю печальным то мне качается страх если хорошим то слава мы тут хряка растим на конкурс а в соседней деревне свинья в два раза жирнее и злее не чистая скотина точно тебе говорю нужно прикончить ее пока хозяева не сожрала так а может мы бы ее просто ну на мясо пустим ты испорчишь свинью или как на держи он видимо реально испортит свинью уставший шахтер зашел с благодарностями меня же водой наградили а я сменял ее у чародеев озерных на молодильный рецепт нужен для него корень похлебочный и жалящая трава пользуйся на здоровье корень похлебочный и жалящая трава ну окей я примерно по этим описанием в принципе живу местный житель благодарность передал вам немного монет и трофейную поросящую голову обвязанную лентой что же вы только знакомитесь со здешними обычаями не следует ничему удивляться а голова отлично будет смотреться на стене или в ссорной еме стоя из нее холодец можно сварить мы можем даже себе что-то уменьшить или что-то увеличить ё-моё ли это вы это стерва у меня мужика увела магии черный сам то он может даже смотреть на нее не стал мужа знаю ты в этом виновата хочу я-то чё я единственная ведьмы сразу виновата что ли меня кота напугал а я-то чё я единственная ведьмы сразу виновата что ли меня кота напугал кстати легко понять какое надо именно делать тут вот нарисовано наводишься видимо показано что сделать чтобы получить славу а что сделать чтобы получить страх но мы кстати знаем что если мы смешаем какой-то похлебочный корень что это похлебочный корень. Видимо, вот это, злачный корень и колючую траву с чем-то, то мы получим какое-то зелье. Может быть, с мандрагорой? Щи из крапивы. Будешь щи из крапивы? Ладно, 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 я тебе сварю зелье лучше. У каждого посетителя есть свое терпение. Оно обозначено голубыми шариками сверху. Каждый шарик — одна ваша попытка варки. Когда все шарики лопнут, вместе с ними лопнет терпение посетителя. Используйте отведенные вам попытки с умом. А, то есть я не могу варить просто так. Вот в чем дело. Хорошо, давайте попробуем еще раз. И смешаем это с плодом белодонны. Ой, вы сварили что-то не то. Ладно, давай мы тебе что-то нормальное все же сварим. Вот, приворотное зелье. На, держи. Отдаем. О, она, кстати, мне уменьшила страх. Доброго здоровья, ведунья. Скотинька моя захворала. Дай для нее лекарство какое. Большую блеву. Заболела свинья. Болит горло. Защемило под ребром. Большая блева. Решение всех ваших проблем. Ну там, кстати, вон есть просто монетки получить. Никакой славы. Сначала, погоди. Сначала я поварю какие-то штуки. Монетки на руке. Вот эти ингредиенты. Леньщий эрикстир? Что? Что? Я его случайно сварил. Я его сварил абсолютно случайно. Я даже не планировал. Что себе взять клык змеи? Ну давай попробуем. Нифига ты мне подсказал. Зелье омоложения. Бутылка с лицом. А я могу тебе дать зелье омоложения? Может быть, ты хочешь, чтобы твоя свинья выглядела потрясающе? На, держи. Ну, вообще, он его реально забрал и даже дал мне две монеты, видимо. В деревне праздник. Воссоединилась недавно разбежавшаяся семья. Люди в некотором недоумении, но рады за пару. А вас гложет чувство, что эта история на этом не закончится. У-у-у. Недавно на постоялом дворе некий странствующий рыцарь божился, что видел ночью разгуливающую по полям пугало. Пока воин выбирался из скирды сена и натягивал доспехи, страшилище пропало. Плюс страх. Но мне нельзя накапливать страх. Пошел я ночью опозелиться за амбаром. Глядь, в пшенице бродит кто-то. Собрался псов спустить. Я вижу, это наш пугалаша стоит. Жуть. Спарить будет, да жалко. Хорошо, ворон гоняет. Может, усыпим его как-нибудь? Блин, слушай, я слишком славная ведьмочка. А как мне тебе отказать? Я могу тебе отказать или что? Вот это что за кнопка? Мне ее, возможно, не надо было нажимать. А вот тебе отказать или что? Вот это что за кнопка? Я слишком славная ведьмочка. А как мне тебе отказать? А, как мне тебе отказать? А, это что за кнопка? Мне ее, возможно, не надо было нажимать. На ней был нарисован выход. Ну как бы, да, наводишься, потом нажимаешь, а не наоборот. Там нарисовано, что это выход, это просто буквально стандартный значок выхода. Ну да, дверь. Ну я же говорю, а так-то можно навестись и просто посмотреть. То есть оно напишет, скорее всего, выход, а потом уже нажимать. Как мне тебе сказать, что... На, на, чая. Я не знаю, что тебе еще дать. Вот тебе чай, напаивай. О, о, мне не увеличилось слава. Это что такое? Ребята, я не хочу на костер. Почему у него такие модные очки? What the fuck, это точно инквизиция? Слухи о твоем мастерстве разнеслись повсюду. Смотри мне свое лучшее зелье, и я награжу тебя по достоинству. И два вопросика. Мне кажется, достоинство будет немного пахнуть жареными волосками из носа. Я могу тебе сварить зелье обмоложения, кстати. На, держи. Посмотрим, что мне надо. Я даю ему надо было сварить. По-моему. Возможно. Или инквизитор, который молодился до ребенка, не сможет ей ничего сделать. Тоже можно. Он мне славу полностью заполнил. Скотиняка. О, нет. Что это было? Что это? Что я сделал? Костер. Вы стали самой известной колдунью в округе. Впрочем, пьянящий аромат успеха недолго кружил вам голову. Инквизиторы прослышали о могучей ведьме и решили покончить с вами, чтобы остановить богомерзкое непотребство. Так этот чел в куче очках реально был инквизитором. Я проработал буквально 15 минут, и меня уже пустили на шашлык. Вероятно, плохая я ведьмочка, знаете. И это, видимо, одна из концовок. Посередине какой-то уроборос. Или уроборос. Или уроборос. Это чтобы в комментариях как бы у всех сразу жопа сгорела от ударения. Это похоже на какого-то попа. И костер зажигается заново. О, локация изменилась. Лавика-рецептик. Мухомор, лист крапивы и корень мандрагоры. А, здесь перевешенные ингредиенты. Я их сначала потерял. Мухомор, лист крапивы и корень мандрагоры. Это вот этот вот ребенок. Рексир смены голоса. Ну, хорошо. А, так у меня еще показываются мои неудачные же здесь эксперименты. То есть я могу, условно, взять сейчас мандрагора, штука и хвост крысы? Что это такое? Крыса на корнях. Стой, погоди. Я точно делаю зелье? Или это уже какая-то арка из шаурмичной началась? Взрослая ведьма. Да-да-да. У меня голос. Это топ-10 рецептов из мультфильма Шрек. Понимаешь, они там крысы хавали? Не особо, если что. В первой части. Жареных. Я этого не помню, но не удивляюсь абсолютно. Пропало, без него работать не могу. Я голошедай местный, думал, что я из-за просуда, но лекарства не помогают никак. Так, друг, крыса на корнях. Беладонна Мухомор. Беладонна Мухомор. О, я что-то свалил. Видимо, я тебе не помогу, потому что у меня все попытки на варку тебе зелий закончились. Да и слава мне, на самом деле, нафиг не нужна. А если мне ничего не надо, попей чаю. Кто не пьет чай, тот тьмонить-ка. На, держи. Столицу посетила церковно-театральная труппа и показала знаменитые мастерии. Благочестия в людях прибавится, а вот про вас, видимо, забудут на время. О, это хорошо. Это полезно. Интересно, на какие шиши наша ведьма... То есть, получается, когда он добирается до популярности, это концовка. Наверное, когда доберется до страха, тоже будет какая-то концовка. Вообще, покупает эти ингредиенты. Нифига, монах. Почему меня преследует этот уроборос? Проси за беспокойство, глаза мои уже не те, что раньше. Я зашел на чудесный запах, что доносил сестру его дома. Дай-ка отведать, варево, что застряпало. Слушай, есть у меня одно такое небольшое? Ля крыса на ля палочки. Ага, секун батон, так сказать. Держи. Причем у меня слава уменьшилась, погоди. То есть, я тебя накормил. А ты сказал, что я кормлю кого-то крысами? Ты абсолютно прав. Кузнец мне жизни не дает. Как напьется, так каждый раз кулаками лезет. Дай мне что-нибудь, чтобы уму-разуму его научить. Только не смертельно. Не хочу грех на душу брать. Так, ага, сейчас открою свои книжки несмертельных ядов. Ага. Технически зелье порчи, оно должно быть нелетальным, поэтому давайте попробуем. Оно дает мне страх и деньги. Дайте мне страх и деньги. Что это? Здесь алхивей разводят. Я навозу привез, свежак. В лопух завернул. В золото переколдуем. Я навоз ношу, ты чаруешь. Богатеем станем, чего морду кривишь. Хоть зелье дай, сам управлюсь. Друг, ну, я вообще-то, я даже не знаю, что мне тебе предложить. Я не алхимик. Ой, что-то сварил. Калейдоскопная брашка? Зачем мне калейдоскопная брашка? Что это вообще? Кружит голову и все остальное тоже. Хочешь себе? Оху нет. На, держи. Ой, это мне уменьшило славу. Как чудно пахнет. Я слышу, тут потчует на славу. Удивишь меня? Друг, тебе-то случайно не монах со змеей на тунике рассказал? Тут это... Я тебе могу сварить щи из крапивы, но сначала я хочу поэкспериментировать. Штука фиолетовая змейка. Штука фиолетовая змейка. Послабляющая. О! Хорош! Самое оно. Поподчево его. Хорош, хорош. Хо, слушай, как удобно. Ладно, пока не буду, пока не буду давать. Мандрагора, мухомор, крыса. Мандрагора, мухомор, крыса. О, ядовитый отвар. Ладно, давай мы тебе что-то вкусненькое сделаем. Вот у меня щи есть. Отдай. Да, оно не просто. О, кратус. Кратус. Я тебе буквально сварил лучшее, что у меня было. Кот подтвердит, он вообще пил. Кот подтвердит, он вообще питается святым духом. Святым духом. Неожиданная встреча. Я думал, ты у нас эксклюзивный вообще-то. Что-то я совсем слабым стал в последнее время. Молот еле поднимаю, меха качать не могу. Вороти мне силу, ведьма. Хотя нет, погоди, погоди, не так прочитал. Что-то я совсем слабым стал в последнее время. Молот еле поднимаю, меха качать не могу. О, это что за кнопка? Жизненные пути. Блин, это, наверное, очень удобно. Ведьма так же, как говорит, бой, да? Кэт. Кратос. Уич. Лысый. Из Бразерс. Болд. Карту с жизненными путями, опа. Этого тут не было. Это котик и кошачья лапка. Видимо, есть концовки, связанные с котиком. Ты мне что-то расскажешь про себя? Вероятно, поэтому меня не любят, потому что я разговариваю с кошками. Перед тем, как тебя на поедельем силы, у нас рубрика «Эксперименты». Дети, грибы и летучие мыши. Дети, грибы и летучие мыши. Забавная игра. Питательный суп. Порадуй там квиктайм-эвентами кого-нибудь. Давай. Ночью в поле горел огонь. На пожар сбежали от соседей, но обнаружили только пепелище на месте старого пугала и изумленного фермера. Кто-то заметил, что среди золы лежали человеческие кости. И эти тревожные слухи сразу же достигли ушей инквизиторов. Впрочем, расследование ничем не завершилось. Теперь разве что ворон прибавится. И у вас осталось чувство, что вы упустили нечто важное. Но мне это тоже, в принципе, на руку. Хорошо, минус 10, минус 10. Мы живем. Мы живем пять дней. О, ты вернулся. Навари мне, умерится, чего-нибудь, чтобы силы прибавилось или клейкости. Клейкости? Хочу на ярмарке по столбу со сапогами залезть. Моя обувка прохудилась давно. Промочу ноги и помру. Ладно, на, держи свою силу. Передай там привет от меня. А то меня начали потихоньку забывать. Спасибо. Какой необычный ресторан. Если бы не мой друг, я бы никогда... А что вас меню? Ему понравилось? Такой просрался? Подожди, а помнишь это? Он его накормил нормально, по-моему. Точно. Блин, а... Это, а я что-то вспомнила эти слабительные камни. Я вспомнил. Давай-ка, 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 давай-ка. Вирусная похлебка с летучей мышкой. Друг. Ты, ёб твою мать, вот из-за кого все началось. Собсидиан, ну ё-моё, не пались хотя бы так. Ну это отсыл очка, кстати, от разрабов. Да понятно дело. Такой суп, закачаешься. Некий странствующий рыцарь донимает селян. Ходит по дворам и трактиром спрашивает, не видали ли местные жители, бродящих по ночам пугал. Когда ему отвечают отказом, просят не благодарить. Ловчие местного барона ищут меня за то, что мы с парнями раздавали нищим и голодающим его деньги и зерно. Выручи меня, ведьма, а то видишь, как лютует этот жадный хряк. Никому житья от него нету. Ого, новый значок. Ваше решение будет замечено и оценено по достоинству. То есть это что-то важное, да? Так, а что ты вообще хочешь? Погоди. Меня ищут. Меня ищут, меня ищут. Что мне может тебе помочь? У меня есть, во-первых, смена голоса. Во-вторых, у меня больше ничего нет, в принципе. Я, кстати, только сейчас заметил, что отвар неуклюжести, он разбитый. То есть кто-то разбил этот отвар. Не, ну можно дать зелье окаменения или зелье безудержного смеха. Вопрос в том, это дать для барона или дать для чела, который пришел? Для чела, который пришел, ему поможет какое-нибудь зелье смены голоса, как раз чтобы быть инкогнито. А вот этому лучше порчу какую-нибудь, фигануть. Выглядит как неправильный перевод, авторам стоит заморочиться и немножко подправить это, чтобы было более понятно, кому, кто его будет использовать на ком. А то получается, как в сраных картинках. Тварь, и потом скрыл банку заново. Молодой ты, скорее всего, выглядел еще хуже, чем выглядишь сейчас, да? Да, тут как бы да. Блин, ладно, давай попробую тебе дать смену голоса, потому что попыток у меня уже не осталось. Мне кажется, если ты, ну, капюшон оденешь и немного по-другому будешь ходить, то тебе поможет. На, держи. Возможно, мне это не помогло, судя по неизменению ничего. Снова здорово, кузнец нашей вовсе дьяволом сделался. Колоти меня, что есть мощи, сделай теперь меня тоже могучим, может быть, хоть как-то одолею его. Ой, ладно, на тебе зелье силы, классическое. На, держи. Как чудно пахнет, я слышу, тут почудно. Опять ты, ты должен трестать за горизонт, что ты ко мне приходишь? Камбуча, ой, это я люблю. А, кстати, камбуча, на, держи. Опять слава уменьшилась. Почему он приходит ко мне, жрет на халяву и уменьшает мою славу? Один из крестьян пристукнул кузнеца. Он говорил, что силушку не рассчитал, но крестьяне уже скрутили его и передали на суд. Шутка ли? Единственного мастера убил. Кот, если что, это ты виноват, ладно? Мне нужно уменьшить страх, мне нужно уменьшить страх, мне нужно уменьшить страх. О, сиротки, вы как раз вовремя сейчас, я вас порадую. Я тебе кузнец. Жесть. Ой, сиротки, вы как раз вовремя к супу пойдете. Подожди, они хотят яду, чтобы тому челу подсыпать. Но если он им даст яду, увеличится страх. Ну да. Я бы дал слабительного. Да. У нас папка помер недавно, кузнецом был, не слышали? Ой-ой. Мы уверены, что его старый знакомый траванул. Он сильно батю не любил, завидовал ему. Отомстить хотим, помогите. Блин, слушайте, травить кого-то, сейчас опять страх поднимется. Давайте я вам лучше, давайте вот лучше вам зелья сна. Пускай он поспит, и вы никого травить не будете. На, держите. Сегодня в тротиле один сериалин ругал вас отборной брони за то, что вы подвели его. Грозился подвесить вашего кота. Слышь? Я тебя за яичишки на ближайшую иву повешу. Еще и трупа посетила. То есть у меня еще меньше слабы. Так. Сироточки. Идите сюда обратно. Ой. Какой необычный бар, если бы не мой друг, я бы никогда. Что нальете? Хватит у меня пить. Дай мне славу, я не хочу минус славу. Найте славу, отдай. Это реально помогло. Он мне вылечил славу. От гостей отбоя нет, но видать сглазил кто-то. Посреди делянки с шампиньонами выполз из земли ведьмин круг. Строчки, поганки, мухоморы, тьфу, вытравить бы его. Кто такой ведьмин круг? Кот, ты знаешь о ком он? Он сумасшедший? И че мне, и как, 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 как это, погоди. Несси, дай витый отвар. Я думаю, должно сработать. Только не выпей, пожалуйста. Помечают вместо шабаши вот этими грибными кругами. На самом деле это просто грибницы. О, он мне дал деньги, значит сработало. Минувший урожай был обильным, а цены на зерно и мясо держались высоко, как никогда. И вот если верить слухам, королевский сборщик налогов уже спешит на помощь местным жителям. Я приехал к вам налоги собрать, а народ у вас хитрый и научился добро прятать. Помоги обобрать местных. Казну-то надо пополнять, а в долгу я не останусь. Так, ваше решение будет замечено и оценивано по достоинству. Здесь, кстати, корона. И судя по этим концовкам, корона... У нас с короной даже две штуки. Но с одной стороны я могу ему дать зелье от вода глаз, чтобы он просто украл что-то. Но мне кажется, он ничего все равно ворвать не будет. Но с другой стороны зелье внимания позволит, типа, найти ему, что кто-то что-то прячет. Давайте попробуем зелье внимания. На, отдаем. Я слеп, но последователя тайного ремесла всегда узнаю. Тайный круг выбрал тебя, но вначале разгадай простенькую загадку. Смешай то, что соединяется с богами. То, что приносит слезы. И то, что помогает видеть скрытое. Не, ну, возможно, мухомор видит скрытое. Приносит слезы эта крапива, потому что ты об нее шарохаешься, да? А что соединяет с богами, я, если честно, не очень понимаю. Может быть, змея? У тебя как бы тоже змея здесь. Давай попробуем. Змея приносит слезы. Получается, крапива. И видит скрытое это мухомор. А может ли быть так? Почему-то мне кажется, там должна была быть мандрагора. Кое-что я уже это варил. Не, что-то как-то ничего не похоже. По крайней мере, под описание того, чего я думаю, это не подходит. А, стой, погоди. И в описании Беладона сказано, что через него к богам древним обращались. А вот крапива позволяет видеть скрытое и мелочи замечать. То есть мне надо, что приносит слезы, что приносит слезы. Погоди. Если ты не относишься к грибнице бережно, то слезами умываться будешь до конца жизни. То есть мы берем мухомор. Второй получается, да? И стекрофивы. Камбуча. Отдай. Я не знаю, изменилось что-то или нет. Но, по крайней мере, я сделал все, что он попросил. Не помог твой яд. Мало того, грибной круг шире стал. Теперь внутри зверушки дохлые лежат. А из-под земли пубнит кто-то, стонет и охает. Слушай, в Талмуте у меня такого не написано. Ты точно там не к соседу пробурился? Поздравляем. В колдасской книге поубавилось пустые страницы. Хотите включить автоматическую варку? Всегда можно включить в ее в окне настрой. Хотите попробовать? Давай попробуем. Зелье красоты, спасибо. А что такое автоматическая варка? Погоди. Я типа кликаю. А, нет, ой, случайно. Ноу. Ладно, вообще функция полезная. На тебе зелье порчи, на, попробуй. Ой. Возможно, не стоило этого делать. Сборщик налогов не зря ест королевский хлеб. В христианских амбарах, избах и дворовых нужниках не осталось ни щепочки, в которую бы сборщик не запустил загребущую лапу. Говорят, сундук смытым еле уместился в телеге. Уважаемый колдун, или правильнее будет сказать ведьма? Моими устами вещают общества, которые мы называем тайным кругом. У круга много гласла, нам еще нужно больше. Предложите сваренную по нашему рецепту камбучу стольким посетителям, скольким посчитаете возможным. Или же тому, кто вершит судьбы. Таким образом вы докажете свою преданность кругу. Я отставной капеллан, но типа... Почему кругу, а не кругу? Не знаю. Специально, наверное, засранец. Теперь за кладбищем смотрю и пью. Да вот явился вчера по мою душу беспаскудный. Три дня ходить за мной будет, чтобы сос виду сжить. Помоги не попасться к нему в лапы. Родич твой, небось. Комучему сварить? Ой. Вообще-то у меня в роду только самые элитные ведьмочки, если ты не знал. Ну давай зелье от вода глаз тебе сварим, попробуем. На, держи. О, это чуть-чуть уменьшило страх. Ну прям совсем чуть-чуть. Отлично справляешься, милая. Страху навела в округе. Люба дорого смотреть. Может, чего новое попробуем? Смешайка клык-змеи, хвост крысы и споры поганки. Клык-змеи, хвост крысы и споры поганки. Мы сварили что-то не то. А, господи, я не тут гриб положил. Эликсир быстрого бега? На, держи. Он исчез просто. Капеллану не удалось провести беса. Вместо этого нечистый изменил действие вашего отвара и духовник вовсе исчез. Лишь его грустный голос теперь можно зашить в лесной чаще, у кладбища или в полях. О чем он говорит? О многом. Но ваше имя упоминается связки с такими словами, что после них уши святой водой промывать нужно. Да, печально. Ой-ой-ой. Налоги не доехали до казны, сборщик был найден мертвым на дороге. Зря я им помогал. Мне кажется, меня сейчас уничтожат. Местные люди живут в постоянном страхе перед вашей силой. Они не знают, чего ждать от жуткой ведьмы. Они пришли все вместе с вилами и факелами. Но уже не за помощью или зельями, а за вашей жизнью. Вот так и уничтожаются ведьмочки. И это вторая концовка. Я хочу получить вот эту змею. Сейчас будем варить камбучу. Мне очень нравится, что меняется фон и расположение вот этих бубочек. Это сделано круто. Мы тут хряка растим на конкурс. В соседней деревне свинья в два раза жирнее и злее. Ну, это потому что ведьма не умирает, а переселяется. Блин, жаль, у меня нету зелья полета. Давайте сварим зелья полета, попробуем. Переселяется в другую деревню. Опа, отвар слабоумия. Это не то, что нужно свинье. Погоди. Змея, крыса, крыса. Мясная похлебка. Так, это не то. Похоже, ты останешься без летающей свиньи. Ну, или шансом один к трём она станет летающей. Что из этого, по вашему мнению, больше похоже на летающее зелье? Потому что это единственные три рецепта, которые у меня остались. Шляпка, шляпка, крыса. Шляпка, шляпка, крыса. Летающее. Сюда летающее зелье. Один к трём сработал. Местный житель, приковыняющий к вам, пожаловался на то, что после вашего зелья хряк вдруг приподнялся над землёй и вылетел из свинарника. Свину стремился на юг, в столет за перелётными птицами. Но крестьянин не отставал. Благо, даже колдовской мощи не хватило, чтобы надолго оторвать тушу от земли. Зверь рухнул, так и не добравшись до тёплых земель и едва не раздобил селянина. Что он, блядь, ожидал, собственно говоря? Типа, что свинья не полетит? Ты же хотел сделать его летающим. Вот и сделал, придурок. Он реально попытался улететь. О, это опять то, чё с бесом? У меня было, по-моему, зелье быстрого бега. Вообще он уже сварил самоду. Да, вот оно, зелье быстрого бега в виде сапога. Хочешь? Хочешь? На, держи. Пока бес еле копытами перебирал, я все могилки обижать успел. Жаль, второй раз не сработает. Теперь бы зелье, чтобы рогатому не поздоровилось. Обряжусь эдакой дамой, чтобы его смутить. Может быть, тебе нужно, чтобы чел просто тупо анимел? У меня есть такое зелье. На, держи. О, опять ты. Снова одолели беса. Иду весь нарядный, знойный, как рябчик из печи. А тут рогатый навстречу. Говорит, ну позабавлюсь. А я тваром ему промешу. Ух, думаю, на третий заход устрою ему пьянку. Я же в этом деле сноровистый. Пьянку? Че тебе надо? Не слабоумие. Будешь слабоумие? Напоив беса, капеллан предложил ему нас пробернуться тыквой. Тот, окосев, решительно принял вызов. И пока нечистый пребывал в обычном виде, божий человек обрил его вашим зельем. Забыл бес, как обратно расколдоваться и застыл навек тыквой. А капеллан сделал из него фонарь, с которым теперь ходят каждый вечер. Освещая могилки, рассказывая, как врага людского трижды одурачил. Так, у меня все печально. Я слишком славная и слишком не страшная ведьмочка. Хочешь? Я тебя отравлю. В прошлый раз я тебе помог? В этот раз ты далеко не уползешь. Присылали в деревню сборщик налогов на один мертвым в своей комнате. Ничем хорошим для селян это не закончится. Простите. Тебе снова снится тот же сон. Ты стираешь белое платье матери. На ткани осталось алое пятно от пореза на твоем пальце. Насколько не стараешься, пятно только растет. И ты видишь, что сама вода уже багровая. Платье никогда не будет снова белым. Вокруг кровь, и она разлита по полу. Ботинки утопают в ней. Ты просыпаешься. О, у меня такого никогда не было. What the fuck? Двойная ведьма. Опять воспоминания мучают? Прошлое не дает мне покоя. Это все моя вина. Если бы я только... Хоть сделанного не воротишь, а забыть не могу. Зелье с забытой памяти? Я самого себя буду поить зельем? На, держи. О, видимо, ей понравилось. Снова сны, но теперь иные. В белоснежном платье ты бежишь по верескому полю, улыбаясь летнему солнцу. Под большим деревом тебя ждет он. Ты видишь его улыбку, и твое сердце наполняется радостью. У него букет полевых цветов. На каждую вашу встречу он приносит разные цветы. После таких снов не хочется просыпаться никогда. Я помню, как мы гуляли среди вереска. Твою улыбку, твои песни. Цветы, что ты собрал для меня. Все как во сне. Но, видимо, тебе надо проснуться. Зелье бодрости. Погнали. Снова сон. Ты снова бежишь к нему. Но в этот раз вместо радости чувствуешь лишь боль. Сверкает молния, раскалывая землю. Ты кричишь его имя. Гром звучит, как истерический смех, заглушая твой крик. По зиме бежит трещина, и вы вместе с ним по разные ее стороны. Мир утопает во тьме. Ты просыпаешься, чувствуешь его одиночество. Мир утопает во тьме. Возможно, сонное зелье. Мне кажется, тебе нужно зелье смеха, да? Так. О, хорошо. Сон, ты снова на расколотом вересковом поле. Но теперь тебе дают выбор отказаться от души и перебраться на ту сторону. И это навсегда изуродует тебя. Выбор сложный, но он сделан. Нечеловеческим прыжком ты прилетаешь через расщелину и когтями вцепляешься в любимого. Никогда больше он не покинет тебя. Но в твоих лапах он рассыпается струями праха. И такими же струями кровь льется на белой лист бумаге, ставя печать на твоей судьбе. Выбор сделан и скреплен кровью. Теперь ты со мной навсегда, котеночек. И он сказал, да не жалуюсь. В печали и в радости. И мы счастливы. Ты счастлив, верно? А что здесь может быть? А, то есть котик это ее любимый. Счастливым. Типа зелье внимания? Зелье красоты? Или зелье... Приворота? Возможно, омоложение? Ладно, давайте попробуем зелье внимания. На. О, помогло. Ваш любимый спит у огня, свернувшись калачиком. Впервые за много лет вы смотрите на него и понимаете, что все это время он был глубоко несчастен. Возможно, судьбой кота он смирился, но ваше общество его уже давно тяготит. Ему хочется воли. Стоп, я что сделал? Это концовка. Это концовка кота? Это был нелегкий выбор. И все же вы отпустили кота на волю, освободив от паутины взаимного долга. Он принял ваше решение, уискользнул в лес, смахнув на прощание хвостом. Расставание далось нелегко, и вы уже никогда не будете прежней ведьмой. Ваша история имеет множество концовок, но лишь это ведет к завершению. Серьезно? Я хотел просто поить всех комбучей, а по итогу я добился свободы. Это истинная концовка, походу. Ну, типа, да. Ее жизни. Ну, лишь это ведет к завершению. Свободная ведьмочка. Так, ну сейчас я уже сто пудов пытаюсь готовить комбучу. Уважаемая ведьма, вы доказали, что можете быть полезны Тайному Кругу, и мы хотим сообщить, что готовы предоставить вам членство. Взнос обойдется в 150... Меня пытаются обмануть, да? Это, это клуб обмана? 150 золотых и скромное подношение. Как член организации вы сможете пользоваться особыми услугами, которые помогут вам дольше оставаться на плаву. Полагаю, вы найдете им весьма полезное применение. Так, ну у меня собрано. Кстати, здесь даже загорелся маркер. Вы собрали достаточно денег для вступительного взноса в фонд Тайного Круга. Загадочный слепец как-то узнал об этом и пришел за вами ночью. Вместе вы отправились на церемонию инициации, гадая, что вам предстоит. Концовочка! Причем это самая красивая концовка, у нее самый красивый значок. Древний змей, как говорят мудрецы... Он меня убил, что ли? Жадно вцепился в собственный хвост и никогда не разомкнет зубы. Меня... меня преподнесли в жертву, что? И не существует более выгодного вложения, чем вложение в вечность. Так решаете вы, отдавая свою жизнь в обмен на клятву Тайного Круга, помогать вам в самые сложные моменты будущих жизней. Я, видимо, разблокировал что-то крутое. Ага. У меня изменился костюм. Приходили посланники Круга, сказали, что помогут распространять нужные нам слухи. Такие дела проворачиваются по ночам. Готовь деньги заранее. А пока свари мне зелье бодрости. Разговор был долгим и отраговался как зверь. Каждую ночь, возможно, будет зависимость от потребности уменьшать или увеличивать славу. Ну, короче, концовки еще, собственно говоря, и ведьмочку меняют. Ну, это же рогалик. И зверя меняют. Все по всему. Ну, да. Ну, такой простенький. Не замороченный, но интересный. И, главное, визуальный стиль прикольный. Во, появилась печатка. И что это такое? Я на нее нажимаю и... А-а-а. То есть я теперь могу выбирать, что мне делать, но у меня нет денег. То есть это буквально... Плаг вверх или плаг вниз. Кому что, вставить? Каким боком? Буквально влияние на судьбу. Это прикольно. Тебе мы даем зелья сна, скорее всего. Ну-ка, еще уменьши мне. Спасибо. Еще меньше славы. Уменьшите мне еще раз славу. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Минус пять славы. Минус пять страха. Опа, еще одна концовочка. Это, видимо, концовка Бесславной Ведьмы. Люди разочаровались вас и прогнали. Разгромив хижину и испортив котел. Даже умелая ведьма не выжит в жестоком мире без ингредиентов, денег и колдовского инвентаря. А уж в вашем случае не поможет и сам дьявол. На такой, возможно, не самой позитивной ноте я предлагаю закончить. Я не хочу вам спойлерить все концовки, потому что их осталось здесь целых семь штук, причем одна кошачья. Видимо, концовки с королем, эпископом и убийцами самые тяжелые, потому что я до сих пор не знаю, как на них выйти. Но что я вам могу сказать? Игра действительно крутая. Сюжетов здесь много. Концовок здесь много. Единственное, что я не понял, зачем нужна вот эта система с ходами, когда в целом, после того, как ты открываешь все рецепты в книге, эта система не работает. Было бы, наверное, прикольно, если бы ингредиенты для зелья мешались, и ты в каждом забеге пытался понять, какие ингредиенты требуются для какого зелья. Мне кажется, так было бы немного интереснее. Как минимум, потому что нам действительно бы пришлось бы думать, какие сочетания, какие зелья дают. А так игра выглядит визуально хорошо. Котик мне очень сильно нравится. Визуальные эффекты в арке зелий тоже потрясающие. Я могу смотреть любое зелье, например. Вот вам, например, я не знаю, зелье безудержного смеха, и оно будет выглядеть красиво. Оно, видите, даже надо мной посмеялось. Не такие маленькие детали действительно наполняют эту игру жизнью. А знаете, что еще наполняет жизнью? Пока он триндел, я чуть не забыл, что хотел сказать. Тут, получается, наверное, и бесстрашная концовка есть. И пока до страха в ноль уйдет. Возможно. Спасибо за просмотр. Увидимся.